Всем привет! В этом видео я хотел бы обратить ваше внимание на педаль для бас-барабана фирмы Premier 4000 серии. Эта педаль не топовая, но, на мой взгляд, она сделана достаточно качественно и стоит относительно недорого. Итак, начнем с комплектации. В нее входят две педали, естественно, соединяющий вал, две колотушки с фетровой и пластиковой стороной, стандартный четырехгранный ключ и специальные защитные наклейки для обруча бас-барабана. Да, и на каждой колотушке есть еще балансировочные грузки. Каждая педаль имеет платформы с вот такими вот противоскользящими липучками. На правой, так же как и на левой, педали цепи двойные. Округлый эксцентрик для более плавного хода. Каждая колотушка закрепляется двумя винтами, что обеспечивает большую надежность и уверенность в том, что колотушка не вылетит во время игры. Кто-то мне говорил о том, что вот эта деталь, у этой педали, куда одевается пружина, не имеет подшипника. Сейчас я вам постараюсь продемонстрировать и доказать обратное. На самом деле она довольно плавно вращается, что говорит о наличии подшипника. Ставим все на место. Одеваем пружину. Выставляем колотушку на нужную амплитуду. Закрепляем. Ну и в принципе можно работать. Каждая педаль также имеет боковой зажим. Шипы. Так выглядит зажим, с помощью которого педаль крепится к бочке. Футборд имеет два поперечных и два параллельных ребра жесткости, что делает его прочнее. То же самое и у левой педали. Также левая педаль, как и правая, имеет противоскользящие липучки. Пружины настраиваются не пластиковыми, а вот такими вот металлическими закрутками. Вот таким вот образом. Посторонних шумов нет, это хорошо. Итак, момент истины. Послушаем сейчас звук с микрофона. Педаль довольно послушная. Атака довольно хорошая у нее. Теперь просто звук с камеры. Атака довольно хорошая у меня. Теперь, я думаю, можно подвести итоги и перечислить все достоинства и все минусы этой педали. Начнем с плохого. Первое, что я заметил, так это отсутствие на футбордах упоров для носков. Второе, это то, что эту двойную педаль нельзя переделать в две одинарные, хотя для меня это не столь важно. И третье, это то, что эта педаль не продается вместе с транспортировочной сумкой. Плюсы. Лично мне эта педаль нравится тем, что она довольно послушная, маневренная и в то же время у нее хорошая атака. Эти особенности для меня очень важны. Кроме этого, мне нравится ее дизайн и некоторые конструктивные особенности, которые, опять же, на мой взгляд, делают ее довольно надежной штукой, учитывая ее относительно низкую стоимость. Итак, это все. С вами был Игорь Мережаный. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok